Здравствуйте! Рада приветствовать вас на уроке электротехники. Я преподаватель электротехники Баранова Наталья Ивановна. Тема нашего занятия – цепи однофазного переменного тока. Необходимо прежде всего подчеркнуть важность изучения этой темы, в связи с тем, что она предшествует изучению цепей трехфазного тока, являющихся совокупностью трех, соединенных друг с другом, однофазных цепей. Со свойствами различных цепей однофазного переменного тока мы сегодня и познакомимся. В электрической цепи переменного тока явления проходят значительно сложнее по сравнению с явлениями в цепи постоянного тока. При изучении однофазных цепей переменного тока нас будет интересовать три момента. Первое – это определение тока в цепи, то есть закон ОМА. Второе – определение мощности, потребляемой цепью. И третье – определение угла сдвига между током и напряжением в данной цепи. Рассмотрим цепь переменного тока с активным сопротивлением. К электрическим цепям переменного тока с активным сопротивлением относятся цепи с лампами накаливания, нагревательными приборами, реостатами, короткими проводами, печами и другими устройствами. Пусть к цепи переменного тока с активным сопротивлением приложено переменное синусоидальное напряжение вида У равняется У максимальное, умноженное на синус Омега Т. Действующее значение этого напряжения обозначается буквой У. Действующее значение тока, протекающего по цепи, обозначается буквой И. Тогда закон ОМА для этой цепи будет иметь вид силу тока на участке цепи с активным сопротивлением прямо пропорционально напряжению, приложенному к этому участку, и обратно пропорционально сопротивлению этого участка. В данной цепи все напряжение, приложенное к активному сопротивлению, является активным. То есть напряжение цепи на зажимах – это есть активное напряжение. Тогда закон ОМА имеет следующий вид. Известно, что активное сопротивление не вызывает сдвига в фаз между током и напряжением. То есть ток и напряжение совпадают по фазе. Иначе говоря, угол сдвига между ними равен нулю. Заметим, что если в уравнении синусоидального напряжения, приложенного к участку с активным сопротивлением, начальная фаза равняется нулю, то и в уравнении синусоидального тока, протекающего по цепи, начальная фаза также равняется нулю. Известно, что синусоидальные функции можно изображать графически вращающимися векторами. На рисунке у нас изображена векторная диаграмма тока и напряжения, совпадающих по фазе. Начальные фазы этих токов и напряжения равны нулю. Поэтому вектора тока и напряжения направлены горизонтально, иначе говоря, вдоль положительного направления оси Х. И в заключение поговорим о мощности этой цепи. Дело в том, что в цепях переменного тока возможно поступление энергии от источника в цепь, а также поступление энергии из цепи обратно в источник. Так вот, цепь переменного тока с активным сопротивлением всё время потребляет электрическую мощность от источника энергии. Эта мощность называется активной или полезной мощностью. Обозначается эта мощность буквой П и определяется произведением активного напряжения, приложенного к участку с активным сопротивлением, и тока. Этому выражению можно придать и другой вид. Если выражение активной мощности, мы вместо тока подставим его выражение в соответствии с законом Ома. Тогда мощность будет равняться произведению тока, выраженного из-за закона Ома, и активному напряжению. В результате получается формула у А в квадрате, делённая на R. Также формулу активной мощности можно подставить вместо активного напряжения его выражение через ток и сопротивление из закона Ома. Получается ещё одна формула и квадрат, умноженная на R. Обращаю внимание, что единица измерения активной мощности является Вт. Ну, теперь рассмотрим простейший пример на расчёт цепи с активным сопротивлением. Активное сопротивление величиной в 4 Ома включено в цепь переменного тока с напряжением 120 В. Определим силу тока и активную мощность. Поскольку нам известно приложенное напряжение к активному сопротивлению и величина этого сопротивления, воспользовавшись законом Ома, мы, собственно, и определяем его величину. И, подчёркиваю, это действующее значение тока. Затем по ранее определённым формулам можно подсчитать величину полезной или активной мощности. Ещё раз подчёркиваю, что измеряется активной мощностью в Ватах. Следующая цепь, которую мы рассмотрим, это цепь с чистой индуктивностью. Пусть к однофазной сети переменного тока присоединена идеальная катушка, то есть катушка, активное сопротивление которой равно нулю. Естественно, в природе таких катушек нет. Но для изучения свойств цепи с реальной катушкой, которая обладает активным сопротивлением, необходимо сначала изучить свойства цепи с чистой индуктивностью. Можно отметить, что присоединение идеальной катушки к источнику постоянного тока было бы равносильно короткому замыканию источника, поскольку сопротивление равно нулю. При переменном токе явления происходят иначе. Итак, в цепи однофазного переменного тока включена катушка с чистой индуктивностью. И пусть к зажимам этой катушки приложено переменное синусоидальное напряжение следующего вида. Тогда под действием этого напряжения по цепи проходит переменный ток. Переменный ток, как мы знаем, наводит цепи ЭДС самоиндукции. И так как эта ЭДС самоиндукции стремится противодействовать изменениям тока, как нам известно, то рассматриваемая цепь представляет для переменного тока определенное сопротивление, которое ограничит силу тока в цепи несмотря на то, что активное сопротивление в цепи отсутствует. И такое сопротивление, такую ЭДС, назвали индуктивным сопротивлением. Обозначается оно Х с индексом L. Как мы видим, индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте изменения тока переменного и индуктивности катушки L. Индуктивность катушки L измеряется в Генри. Определим формулу тока. В соответствии с законом Ума сила тока в этой цепи будет прямо пропорционально напряжению приложенному катушке с чистой индуктивностью и обратно пропорционально ее индуктивному сопротивлению. Поскольку в данной цепи все приложенное напряжение к катушке является индуктивным напряжением, то, естественно, закон Ома имеет следующий вид. Что касается угла сдвига между током и напряжением. В цепи с чистой индуктивностью ток и напряжение уже не совпадают по фазе, как в цепи с активным сопротивлением. А известно, что напряжение опережает ток на угол и пополам. То есть, если ток протекает синусоидальный такого вида с начальной фазой равной нулю, то напряжение, которое его опережает, имеет положительную начальную фазу и пополам. Построим векторную диаграмму этих двух синусоидальных функций. Поскольку в уравнении тока начальная фаза равняется нулю, изображаем эту синусоидальную функцию вектором тока, который направлен по горизонтали, как мы знаем, вдоль положительного направления оси Х. Напряжение, опережающее на угол плюс Пи пополам, откладываем вертикально вверх, поскольку мы знаем, что положительные начальные фазы откладываются от положительного направления оси Х поворотом вектора против часовой стрелки на угол Пи пополам. Теперь поговорим о мощности в этой цепи. Цепь с чистой индуктивностью потребляет энергию от источника и возвращает обратно источнику энергии. Причем за один период количество потребленной энергии равно количеству возвращенной. Происходит своеобразное перекачивание энергии от источника к сети и сети к источнику. В этой цепи активная или полезная мощность равна нулю. То есть никакой полезной работы производиться не может. Мощность этой цепи называется индуктивной реактивной мощностью и обозначается Q с индексом L. Ну, как обычно, любая мощность оценивается произведением напряжения приложенного потребителю и тока либо по такой формуле. Единица измерения реактивной мощности является ВАР. Расшифровывается это как Вольт Ампер реактивный. Рассмотрим пример на расчет цепи с чистой индуктивностью. Катушка с индуктивностью 0,01 Генри включена в цепь переменного тока напряжением 120 Вольт и частотой 50 Гц. Нужно определить силу тока в катушке и ее реактивную мощность. Если активным сопротивлением катушки можно принебречь. То есть активное сопротивление катушки равно нулю. и это указывает на то, что катушка у нас идеальная. Ну вначале перед определением тока естественно рассчитываем сопротивление идеальной катушки. Как мы уже знаем оно называется индуктивным. Значит определяем его и только после этого мы можем рассчитать силу тока в цепи. Мы знаем что сила тока прямо пропорционально индуктивному напряжению и обратно пропорционально индуктивному сопротивлению. А затем уже определяем реактивную мощность. Подчеркиваю единиц измерения является вольт ампер реактивной. Теперь мы с вами рассмотрим цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением. Эта цепь переменного тока представляет собой катушку с активным и индуктивным сопротивлением то есть реальную катушку. Такие цепи в теории переменного тока имеют большое значение так как катушки с остальными сердечниками очень широко применяются в электрических машинах трансформаторах и других устройствах. Такую катушку можно рассматривать как последовательное соединение активного сопротивления R и индуктивности L создающей индуктивное реактивное сопротивление XL. Под действием приложенного напряжения переменного синусоидального по цепи пойдет ток. он создаст на участке с активным сопротивлением активное напряжение U с индексом A. А на участке с индуктивным сопротивлением XL создаст индуктивное напряжение U L. Вот интересно, что если бы в цепи постоянного тока вот на двух последовательно соединенных участках, например, существовало бы напряжение 3 вольта и 4 вольта, то на зажимах цепи по свойству последовательного соединения напряжение бы равнялось 3 плюс 4 и равнялось бы 7 вольтам. А в цепи переменного тока такое напряжение в этом случае равнялось бы 5 вольтам. Вот почему это так происходит, мы узнаем несколько позже. и так по цепи происходит переменный синусоидальный ток вида и равняется и максимально умноженное на синус омега t. Построим векторную диаграмму тока и напряжения. Построение всегда начинают с той величины, которая является для участков одинаковой. В данном случае, так как участки у нас соединены последовательно, по участкам протекает один и тот же ток. И начинаем мы построение с вектора тока. Поскольку начальная фаза выражения тока равняется нулю, этот вектор мы откладываем горизонтально, то есть опять-таки вдоль положительного направления оси х. Построим вектора напряжения активного и индуктивного. Ранее мы с вами выяснили, что активное напряжение, то есть на участке с активным сопротивлением совпадает с током по фазе. Откладываем его вдоль вектора тока. А напряжение индуктивное у с индексом L опережает ток на угол Пи пополам, поэтому откладываем его вертикально вверх. Для того, чтобы определить напряжение на зажимах, мы с вами должны сложить вектора УА и УЛ. Для того, чтобы сложить два вектора, нужно к концу первого вектора, например, УА, вот конец этого вектора, мы должны пристроить параллельным переносом вектор УЛ. И тогда напряжение на зажимах У, то есть сумма этих векторов, будет определяться вектором, который соединит начало первого вектора и конец последнего. Как видим мы из диаграммы, напряжение на зажимах источника У опережает ток на острый угол Фи. Ну, в соответствии с этим можно записать уравнение изменения этого напряжения. У равняется У максимальное умноженное на синус омега Т плюс Фи. Получившись векторной диаграмме треугольник ОАВ называется треугольником напряжением. Это прямоугольный треугольник. Сторонами этого треугольника является напряжение. Один из катетов это активное напряжение, напряжение на участке с активным сопротивлением. Второй катет это индуктивное напряжение УЛ на участке с индуктивным сопротивлением. И гипотенузой этого треугольника является напряжение на зажимах нашей цепи. Для прямоугольного треугольника известна теорема Пифагора Она гласит, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов Поэтому для того, чтобы определить напряжение Нужно извлечь корень из суммы квадратов катетов Записываем выражение в соответствии с теоремой Пифагора Теперь каждое напряжение мы выражаем через ток и соответствующее сопротивление Активное напряжение – это произведение тока и активного сопротивления Индуктивное напряжение – это произведение тока и индуктивного сопротивления Выполнив преобразование математически мы с вами видим, что напряжение на зажимах цепи равняется произведению тока и корню квадратному из суммы квадратов сопротивлений активного и индуктивного. Вот это выражение, корень квадратный из суммы квадратов сопротивлений, обозначается буквой Z и называется полным сопротивлением цепи. В таком случае ток в цепи будет равен отношению напряжения, приложенному к зажиму, точнее сказать, прямо пропорционален напряжению, приложенному к зажиму реальной катушки и обратно пропорционален полному сопротивлению этой цепи. Далее, треугольник напряжений можно преобразовать. Если каждую сторону треугольника напряжений разделить на ток, а иначе говоря, уменьшить в И раз, то мы получим, очевидно, треугольник сопротивлений. Катетами будет являться активное сопротивление и индуктивное сопротивление, а гипотенуза – это не что иное, как полное сопротивление. Из этого треугольника мы можем получить ряд полезных соотношений. Но еще раз посмотрим. Полное сопротивление по теореме Пифагора определяется, как корень квадратный из суммы квадратов сопротивлений. Кроме того, мы можем определить синус и косинус угла сдвига между током и напряжением. Вспоминаем, что синус угла – это отношение противолежащего катета к гипотенузе, а косинус угла Фи – это отношение прилежащего катета к гипотенузе. Далее, если каждую сторону треугольника напряжений умножить на ток, то мы получим треугольник мощности. Каждой стороной этого треугольника будет являться какая-либо мощность. Если активное напряжение умножается на ток, это у нас получается полезная или активная мощность. Если индуктивное напряжение умножается на ток, это получается реактивная мощность. И если напряжение на зажимах цепи умножается на ток, мы получаем с вами полную мощность. Обозначается она буквой С – полная мощность. Единицей измерения является вольт-ампер. Из треугольника мощности мы также можем получить ряд соотношений. По теореме Пифагора мы видим, что полная мощность – это корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной мощности. Кроме того, активную и реактивную мощности можно выразить через полную мощность и тригонометрическую функцию угла. Активная мощность – это произведение полной мощности и космусу угла сдвига. Или, иначе говоря, произведение тока напряжения на зажимах цепи и космусу угла сдвига. Реактивная мощность – это С умноженное на синус Фи. Или У умноженное на И и умноженное на синус Фи. Рассмотрим теперь пример на решение цепи с реальной катушкой. Катушка с индуктивностью 0,05 Генри и активным сопротивлением 10 Ом включена в сеть переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Определить нужно активное и индуктивное напряжение в катушке, активную, реактивную и полную мощность, а также коэффициент мощности, иначе говоря, косинус Фи. Для того, чтобы определять ток и последующие величины, прежде всего необходимо рассчитать полное сопротивление цепи. В условии задается активное сопротивление катушки 10 Ом, а индуктивное сопротивление неизвестно, поэтому начинаем с определения индуктивного реактивного сопротивления ХЛ. Формула для его расчета приводилась при изучении цепи с идеальной катушкой. Частота сети известна, индуктивность катушки также известна. Рассчитываем индуктивное сопротивление цепи катушки. Далее определяем полное сопротивление катушки. После определения полного сопротивления катушки, мы можем рассчитать ток в цепи, а также можем определить и коэффициент мощности, иначе говоря, косинус φ. Далее переходим к определению активного и индуктивного напряжений. Ток мы рассчитали, активное сопротивление было известно, индуктивное тоже рассчитали. Мы определяем активное и индуктивное напряжение. Можем произвести проверку. По теореме Пифагора мы с вами определили следующую зависимость между напряжением на зажимах и активным и индуктивным. Если мы подставим те величины, которые мы получили при расчете этих напряжений, то мы получим величину 220 В, которая задавалась в условии. Зная ток и сопротивление активное и индуктивное, мы можем рассчитать активную мощность единицы измерения, которая является ватт. Можно перевести в более крупную единицу, киловатт. И также можно определить реактивную мощность единицы измерения, которая является ватт. Можно преобразовать в киловары. Полная мощность определяется произведением напряжения на зажимах катушки и тока. Единицей измерения является вольт-ампер или киловольт-ампер. Продолжаем изучение цепей однофазного переменного тока. Рассмотрим теперь цепь переменного тока с емкостью. Пусть в цепь переменного тока включен конденсатор с емкостью С. Конденсатор, как вам известно, это устройство, которое накапливает и удерживает электрические заряды. Под действием приложенного напряжения по цепи с емкостью потечет ток. Величина этого тока определяется по закону Ома. Сила тока на участке с емкостью прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, и обратно пропорциональна емкостному сопротивлению цепи XС. Величина его, как мы видим, обратно пропорциональна частоте тока и емкости. Емкость С – это величина, единица измерения которой является фарада. В рассматриваемой цепи напряжение сети уравновешивает емкостное напряжение, то есть У равняется УС. Тогда выражение для тока имеет следующий вид. Известно, что ток в цепи с емкостью опережает напряжение на угол Пи пополам. Если выражение тока, начальная фаза равна нулю, то для того, чтобы записать выражение напряжения, опережающего этот ток, нужно записать его с начальной фазой, отрицательной, равной величине и пополам. Построим векторную диаграмму тока и напряжений. Так как начальная фаза тока, мы уже говорили об этом, равна нулю, то ток откладывается, вектор тока откладывается по горизонтали вдоль положительного напряжения, направления, простите, А7Х. Напряжение, естественно, будет изображаться вектором, который откладывается перпендикулярно вниз. При его построении мы должны повернуть вектор напряжения на угол отрицательный Пи пополам. Отрицательные углы откладываются поворотом вектора по часовой стрелке относительно положительного направления А7Х. Что касается мощности. В этой цепи, так же как и в цепи с идеальной катушкой, происходит перекачивание энергии от источника в сеть, от источника к потребителю и от потребителя в сеть. Поэтому полезной мощности, то есть активной мощности нет, полезная мощность равняется нулю. Мощность этой цепи называется реактивной емкостной, обозначается Ку с индексом С. Определяется произведением емкостного напряжения и тока. Либо в другом выражении это выглядит так. Единица измерения реактивной мощности, как мы говорили, является вольт-ампер-реактивной. Ну и рассмотрим пример на расчет цепи с емкостью. Конденсатор емкостью 10 микрофарад включен в сеть переменного тока с напряжением 120 вольт и частотой 50 Гц. Нужно определить, какой ток будет проходить через конденсатор и какую мощность он будет потреблять из сети. Для того, чтобы определить величину тока, надо прежде всего рассчитать емкостное сопротивление. Рассчитывается оно вот по таким формулам. Определили его. Затем уже можно определить по закону Ома для данной цепи силу тока и, соответственно, рассчитать емкостную реактивную мощность. Единица измерения является Вар. Ну и, наконец, мы рассмотрим последнюю цепь. Это цепь с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивления. Иначе говоря, это последовательное соединение реальной катушки, обладающей активным сопротивлением и индуктивным, и конденсатора. Пусть по цепи проходит переменный синусоидальный ток. Построим тогда векторную диаграмму этой цепи. Ток, проходя по участку с активным сопротивлением, создает на нем активное напряжение У с индексом А, по участку с индуктивным сопротивлением У с индексом Л и по участку с емкостным сопротивлением напряжение У с индексом С. Как мы с вами уже говорили, построение всегда начинается с той величины, которая является одинаковой для участков цепи. Поскольку у нас последовательное соединение, естественно, начинаем векторную диаграмму с построения вектора тока, который откладываем по горизонтали. В нашей цепи возможны три случая. Первый случай. Индуктивное сопротивление больше ёмкостного. В этом случае напряжение индуктивное также будет больше напряжения ёмкостного. Начинаем изображать вектора напряжения на участках цепи. Мы знаем, что напряжение на участке с активным сопротивлением, У с индексом А, совпадает с током по фазе. Отложим его вдоль вектора тока. Напряжение на участке с чистой индуктивностью, УЛ, как мы уже выяснили раньше, опережает ток на угол Пи пополам. Откладываем его вертикально вверх. И напряжение на участке с ёмкостью У с индексом С отстаёт от тока тоже на угол Пи пополам. Откладываем его вертикально вниз. И с учётом того, что ХЛ больше ХЦ, то есть мы отложили УЛ больше, чем УЦ, заканчиваем векторную диаграмму. Далее. Для того, чтобы определить напряжение на зажимах, мы, естественно, складываем три вектора. Складываем вектор УА. К нему параллельным переносом пристроили вектор УЛ. И с конца вектора УЛ откладываем вектор УС, тоже сюда пристроенный параллельным переносом. Для того, чтобы получить напряжение на зажимах, начало первого вектора и конец последнего мы соединяем. Получили вектор напряжения У, напряжение на зажимах нашей цепи. Что же мы видим? Что в данном случае напряжение опережает ток на острый угол ФИ. То есть, говорят, цепь имеет индуктивный характер. Рассмотрим появившийся прямоугольный треугольник ОАБ. Как видим, этот треугольник опять-таки прямоугольный. И его называют треугольником напряжения. По той причине, что один из катетов – это напряжение активное. Гипотенуза – это напряжение на зажимах цепи. А вот этот катет представляет собой не что иное, как разность напряжения УЛ и УЦ. Из треугольника ОАБ, как и в предыдущей цепи, мы можем с вами воспользоваться теоремой Пифагора и записать выражение для напряжения У. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Сделав математические преобразования, мы получаем с вами следующую формулу, из которой, как мы уже догадываемся, мы понимаем, что корень квадратный из этого сложного выражения – не что иное, как полное сопротивление данной цепи. В соответствии с этим мы имеем следующее выражение для токов цепи. То есть для того, чтобы определить ток в этой цепи, необходимо знать напряжение, приложенное к зажимам цепи, и полное сопротивление к этой цепи. Далее. Во втором случае индуктивное сопротивление меньше емкостного. В соответствии с этим вектор напряжения индуктивного будет меньше, чем вектор емкостного. Для того, чтобы получить напряжение на зажимах У, мы должны с вами сложить три вектора. То есть мы к вектору УА прибавляем вектор УЛ, пристраиваем его к концу вектора УА, от конца вектора УЛ откладываем вектор УС. И в итоге мы получаем результирующее напряжение на зажимах У. Как мы видим, что в цепи, в данном случае, напряжение отстает от тока, или иначе говоря, ток опережает напряжение, результирующее на угол Фи. Говорят, цепь имеет емкостный характер. И самый последний случай. Это когда индуктивные емкостные напряжения равны. В этом случае, в цепи, говорят, наступает явление, называемое резонансом напряжением. Итак, построение следующее векторной диаграммы. Опять-таки, по горизонтали мы отложили ток. Напряжение на участке с активным сопротивлением, мы знаем, совпадает с током. Напряжение на участке с индуктивностью опережает ток, и напряжение на участке с емкостью отстает от тока. Но напряжения индуктивные и емкостные, как мы видим, равны. Они компенсируют как бы друг друга. Поэтому для получения результировающего напряжения мы соединяем начало первого вектора УА и конец последнего вектора. И что же мы получаем? Что напряжение на зажимах нашей цепи равняется активному напряжению. В этом случае, как мы видим, ток и напряжение по фазе совпадают, угол двига между ними равен нулю. Полное сопротивление цепи минимально, потому что вот эта слагаемая обращается в ноль. И полное сопротивление равняется только активному сопротивлению цепи. Надо отметить, что резонанс напряжений это явление при больших токах, при больших индуктивных и емкостных сопротивлениях это явление нежелательное. Потому как индуктивное напряжение и емкостное напряжение могут достигать больших значений и при этом может быть пробита изоляция как конденсатора, так и катушки. Ну и в заключении рассмотрим с вами пример на расчет цепи с последовательным соединением реальной катушки, которая обладает активным индуктивным сопротивлением, и конденсатора. Итак, цепь переменного тока напряжением 120 В и частотой 50 Гц включены катушка с активным сопротивлением в 3 Ом и индуктивным сопротивлением в 4 Ом и конденсатор. Вопрос. При какой емкости конденсатора наступит резонанс напряжений, каков будет ток в цепи, каковы активное, индуктивное и емкостное напряжение. Известно, что при резонансе напряжения емкостное сопротивление равно индуктивному. Формула для определения емкостного сопротивления также известна. Значение емкостного сопротивления равно индуктивному, а индуктивное сопротивление нам задано. Получаем следующее уравнение. Из этого уравнения можно выразить ёмкость, при которой происходит резонанс напряжений. Ёмкость мы выражаем через угловую частоту. Угловая частота может выражаться через частоту переменного тока. Таким образом мы определяем значение ёмкости. Это 8 десятитысячных фарады, и при этом значении ёмкости наступает резонанс напряжений. Затем можно определить величину тока при резонансе напряжений. Как мы знаем уже, ёмкостное и индуктивное сопротивление равны, поэтому это слагаемое обращается в ноль, и подсчитываем величину тока. Зная величину тока, активное сопротивление, индуктивное и равное ему ёмкостное, мы определяем напряжение на учавке с активным сопротивлением, которое, как мы выяснили, и равняется напряжению на зажимах цепи, и напряжение на учавке с ёмкостью и индуктивностью. И как мы видим, эти напряжения превышают напряжение на зажимах цепи. То есть такой режим работы в данном случае при резонансе напряжения является для цепи опасным. Ну и в заключении мы поговорим о косинусе φ. О косинусе угла сдвига между током и напряжением. Косинус φ называется коэффициентом мощности потребителя. И вот мы должны выяснить, какое же он имеет значение. Для этого давайте вспомним наши цепи, которые мы с вами только что изучали. Рассмотрим вот эту цепь. Давайте вспомним, каков угол сдвига был между током и напряжением на участке с активным сопротивлением. И, соответственно, каков косинус угла сдвига между током и напряжением на этом участке. Вспомнили? Мы с вами говорили о том, что ток и напряжение на участке с активным сопротивлением по фазе совпадают. То есть угол сдвига между током и напряжением равен нулю. Косинус такого угла, косинус нуля, равен единице. И, соответственно, формула мощности будет выглядеть таким образом. Это произведение тока и напряжения. То есть П равняется С. Далее. Далее мы с вами изучали цепь с чистой индуктивностью. Вспоминаем, какой угол сдвига между током и напряжением вызывает чистая индуктивность. Мы с вами говорили о том, что напряжение на участке с чистой индуктивностью опережает ток на угол Пи пополам. Косинус Пи пополам равен нулю. И в таком случае мощность, активная или полезная, это произведение тока и напряжения, и умножаем на ноль. Мощность равняется нулю. Следующая цепь, которую мы рассматривали, это была цепь с емкостью. В этой цепи угол сдвига также Пи пополам. Он отрицательный, поскольку ток опережал напряжение на угол Пи пополам. И опять-таки косинус угла равен нулю, и, соответственно, полезная мощность равна нулю. И вот мы теперь приходим к следующему выводу, что коэффициент мощности имеет очень важное значение. Почему? По нескольким причинам. Первая причина. Все электрические генераторы и трансформаторы строятся для того, чтобы отдать мощность потребителю С. Для этого происходит переработка природных ресурсов. Если же потребитель, получающий от них энергию, имеет коэффициент мощности косинус Фи, скажем, не равной единице, то генераторы и трансформаторы отдают полезно лишь мощность П, умноженную... мощность П, равную С, умноженную на косинус Фи. И чем меньше коэффициент мощности, тем меньше полезная мощность генераторов и трансформаторов. То есть меньшее использование этих машин. Естественно, это невыгодно. Вторая причина. При передаче по проводам мощности П, естественно, по проводам будет протекать ток И, который определяется вот такой формулой. Мы ее вывели из формулы полезной или активной мощности. Что же мы с вами видим? Что ток и коэффициент мощности находятся в обратно пропорциональной зависимости. То есть чем меньше косинус Фи потребителя, тем, естественно, больше ток будет протекать по проводам. А это приведет к увеличению сечения проводов и веса цветных металлов, из которых изоставляются провода. Что, опять-таки, невыгодно. И последняя причина. Потери мощности в проводах, как мы знаем, прямо пропорциональны квадрату тока и сопротивлению проводов. Это такое исследование мы проводили в лабораторной работе. И что же мы видим? Что потери мощности обратно пропорциональны квадрату коэффициента мощности. Чем больше коэффициент мощности, тем, естественно, потери будут меньше. И наоборот. Таким образом, мы с вами еще раз убеждаемся в народно-хозяйственном значении косинусового раздвига между током напряжениям или, иначе говоря, коэффициентом мощности. Ну и в заключении вы можете ознакомиться с перечнем вопросов для самопроверки. Постарайтесь вдуматься в вопросы и проконтролировать, насколько успешно вы все усвоили. Если у вас будут какие-то затруднения при ответе на вопросы, вы можете вернуться и еще раз посмотреть соответствующие цепи для того, чтобы суметь дать правильный ответ на вопрос. Ну, я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов в дальнейшем изучении курса электротехники. До свидания.